Постарался без спойлеров. Убивать в темнистическом припадке? Я согласен, за изнасилование можно и убить. Умнейшие люди, которым естественно виднее. Привет, вы думали, что убивать плохо, что Господь всемогущий вас за это покарает? Возможно. Но что если убить надо негодяя? Плохого человека, подлеца, откровенную сволочь? Можно? Можно. Авторы фильма одобряют. Меня зовут Андрей Цветков и я посмотрел сериал «Заговор сестер Гарви». В девичестве плохие сестры. Не сестры в девичестве, а сериал. А сестры... Ладно, поехали. Заговор сестер Гарви. Итак, живут на свете четыре сестры. И терпят они своего зятя, замужем за которым пятая сестра. Она его то ли любит, то ли боится. А скорее там все смешано до степени неразделения. Значит, зять ихний, или его, наверное, ихний, сволочь редкостная. И сестрички вчетвером решают его убить. Случайно можно умереть разными способами. Есть масса вариантов. С начала сериала нам сразу сообщают, что зятек, Джей Пи, мертв. А значит, дельце выгорело. Однако есть противоборствующая сторона. Страховые агенты, которые не могут, физически не могут выплатить страховку. И поэтому будут носом рыть землю, чтобы доказать, что это убийство. И что семейка Гарви приложила к этому руку. Постарался без спойлеров. Он высасывает из нее жизнь. Прекрасный сериал, очень хороший автор, замечательная режиссура и великолепные актерские работы. Есть на что посмотреть, есть о чем подумать и есть о чем поспорить. Мы же взорвали их дом. По порядку. То, каким образом авторы подводят к мотиву каждой сестры достойно упоминания. Упоминаю. Это действительно великолепно. Каждая из сестер приходит к желанию убить Джей Пи. Причем у каждого своя причина, у каждой свой мотив. Он узнал, выследил меня. Как актрисы исполняют свои роли. Очень разные, характерные. Какие костюмы им подбирают художники. Костюмы, полностью совпадающие с характером героев. Блеск. Режиссура отлично. Вызывает сомнения некая жанровая неточность. Начинается сериал как такой комедийный детектив. А заканчивается жесткой, если не сказать жестокой драмой. Но в целом все приемлемо. Ого. Что в тебя? Да господи, Биби. Однако, есть, как всегда, жирное «но». В какой момент мы дошли до того, что мелкого пакостника можно убивать? Можно и нужно. Ведь именно об этом говорят первые девять серий. В первых девяти сериях это именно мелкий пакостник. В конце, видимо, для пущей весомости негодяю приписали изнасилование. И я согласен, за изнасилование можно и убить. Но все же хорошо бы, чтобы такое решал суд. Они славные, очень хорошие и самые замечательные девочки. Конечно, вопросы, которые поднимают авторы или авторки, хорошие. Каково положение женщин? Почему общество их не слышит, хотя они кричат криком? Какого черта общество так снисходительно к мужчинам, которые по-скотски себя ведут с женщинами? Какого лешего за людские пороки женщин судят строже, чем мужчин? Все это справедливо. Однако убивать в филимистическом припадке мужчин по своему какому-то внутреннему пониманию, это кажется перебором. Это я как мужчина не поддерживаю. Нет, 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 нет! Справедливости ради отмечу, что сериал называется «Плохие сестры». Это важно. Авторы крупными буквами в каждой серии называют сестер Гарви плохими. Таким образом, как бы ставя себя на праведную сторону, не одобряя несправедливости ни с одной, ни с другой стороны. Однако российские переводчики, или кто там принимает окончательное решение, как известно умнейшие люди, которым естественно виднее, называют фильм по-своему, что замыливает проблему, уводит фокус и фактически поощряет убийство. Мне страсть как интересно, эти люди понимают, что влезают в авторский замысел и сознательно его нарушают, или они не втюхивают, что название – это часть произведения, и менять его надо по суровой необходимости. Такие случаи бывают, но, как говорится, не сейчас. В целом, конечно, это очень достойное произведение, я его всячески рекомендую тем, кому интересно мое мнение. Впрочем, я его рекомендую тем, кому мое мнение неинтересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на Бусти. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok